Перемены, надеюсь, есть к лучшему. Глава региона дал оценку произошедшим в области изменениям. Напомним, губернатор провел пресс-конференцию для журналистов. Недавно прошло два года с момента нахождения Александра Авдеева у руля области. Отвечая на вопрос одного из журналистов, он так оценил произошедшие в регионе изменения. Мы идем, очень быстро идем вперед. Но, чтобы набрать эту скорость, это надо еще работать и работать. Перемены, надеюсь, есть к лучшему. И не я хочу это оценивать, а мне важно, что об этом думают люди, что об этом думает бизнес, что об этом думают профессионалы. Первой темой, которую Александр Авдеев затронул на пресс-конференции, стала подготовка к отопительному периоду. Губернатор положительно оценил старт сезона, хотя и признал ряд проблем. В Коврове 28 домов пока без тепла, по крови 7, но уже сегодня должны во все дома дать тепло. Так что, в целом, у нас запуск отопительного сезона прошел очень дружно. Правда, уже вечером того же дня, когда глава региона проводил пресс-конференцию, стало известно о прорыве тепловых сетей в Коврове. Судя по сообщениям Александра Авдеева в социальных сетях, без отопления остались 34 многоквартирных дома и частично 10-я школа. Губернатор отметил, что окончание работ по пуску теплоснабжения запланировано на 7 вечера 12 октября. Причиной аварии стали утечки теплоносителя из-за значительного износа отдельных участков теплосетей. Специалисты стараются максимально оперативно вернуть тепло в дома. Александр Авдеев затронул и тему строящегося Рпенского проезда. Он пояснил, что вопрос о сносе последнего дома на пути будущей трассы еще не решен. По словам губернатора, его расселение будет проходить через суд. Людям уже перечислена компенсация 10,5 миллионов рублей. Ну, понятно, что людям как-то и обидно, и они не готовы, может быть, к этому. Но, тем не менее, там много чего было снесено, и время подготовиться было. Ну, наверное, правда. Кроме того, губернатор высказался и относительно объединения двух Владимирских поликлиник, номер один и номер два. По его словам, такая оптимизация положительно скажется на оказании медицинских услуг. Хотя врачей больше не станет. Оптимизация с точки зрения маршрутизации, понимаете, грубо говоря, если какой-то сбой в работе одной или второй поликлиники, и поликлиника в рамках своего, вот у меня есть вторая поликлиника, допустим, да, у меня там условно офтальмолог заболел. Ну, ждите, когда выздоровеет. А в рамках единой сети можно сказать, слушайте, вот если не втерпешь, то в первой поликлинике вам могут оказать диагностику в течение недели, допустим. Кроме того, Александр Авдеев рассказал о планируемых сроках ремонта железнодорожного вокзала и модернизации вокзальной площади. Ремонт самого вокзала начнется в 2024 году, в лучшем случае закончится в 2025. Если про вокзал, по привокзальную площадь и улицу вокзальную, там, скорее всего, мы постараемся начать модернизацию раньше. Среди прочего, Александр Авдеев рассказал о ходе восстановления усадьбы Храповицкого в Муромцево. Область в настоящее время помогает музею в обустройстве прилегающей территории. При этом глава области высказался о возможной консервации замка в будущем. Это потребовало, наверное, пару сотен миллионов. Но уже, по крайней мере, мы бы законсервировали замок. Может быть, даже в таком полуразрушенном состоянии он такой тоже свой антураж создает. Но, по крайней мере, он станет безопасным и сохранится до лучших времен, когда появятся деньги на реконструкцию в объеме 3 или больше миллиарда. Но вот все, что вокруг замкового комплекса, мы будем совместно с ВСМЗ проводить в порядке. Также губернатор опроверг появившуюся ранее во Владимирском информационном пространстве информацию о низкой степени готовности ремонта драмтеатра. Я слышал историю, что якобы готовность низкая. Ну, слушайте, это чувство какое, даже трудно комментировать. Сдача театра это где-то декабрь-январь следующего года. Может, какие-то там еще шероховатости бывают, но в целом готовность сейчас порядка 75-80%. Кроме того, губернатор пообещал изучить вопрос с реставрацией золотых ворот. Напомним, летом этого года на просторах интернета появились объявления с сайта Авито. Судя по ним, реставраторы вели поиск рабочих. Александр Авдеев отметил, что регион сможет оказать кадровую поддержку и позже предоставить отдельную информацию для СМИ по вопросу реставрации белокаменного памятника 12 века. Алексей Домнин, Александр Агафонов, 6 канал.